всем большой привет сейчас вам покажу прелесть доминик и стефания накрывают на стол считаешь молодец давай сначала надо считать они с девяти ты начинаешь приготовила сегодня колдуны но правда с такими своими нововведениями нет это не драники это колдуны почему это колдуны все верно потому что там есть мясо и пошла купила сметану на сметана у нас конечно здесь проблематично она очень своеобразная конечно не такая сметана у нас беларусь а самое интересное что они друг перед другом поэтому и доминик бегает тоже все приборы носит все ему хочется что его не хочет чтобы она а доминик хочет чтобы он идея тут кто будет накрывать напитки вы еще напитки не поставили да доминик тесте сметану или как что это как это назвать драники хорошо со сметаной но уже как все знают особенно те кто в черногории что здесь видала немножко нет такая как привычно нам из наших странах так вот сегодня на тест моя кровица моя крови да это сметана кисела паблоко и кисела малика кислое молоко и греческий йогурт сейчас мы выясним что из этого больше всего похоже на сметану ложка стоит стоит но она даже по виду не сильно похоже на сметану но не так как у колдуны это драники с душой а под душу подразумевается мясо которая типа не уже рассказала но у тебя интерпретация интересные продукты с душой там связь так называются пилотский и колдуны у нас именно здесь вот душа это наши белорусские традиции они пересекаются возможно с украинским как обычно здесь почему-то такого нету пойдет на замену а теперь мы попробуем вот эту я не знаю что то мы ее не пробовали еще ни разу просто интересно посмотреть мне кажется что здесь это совсем не туда сверху сыворотка было кисело молоко похоже на кислое молоко вот видите ложка стоит между прочим 2 и 8 процентов жирности это йогурт это не сметана это йогурт да почему они называют кислый йогурт до сметаны то что по сути сейчас сыночек я тебе да вкуснее в стойку снег да на теперь еще с греческим йогуртом давай попробуем когда нету сметаны на выручку приходит что греческий йогурт универсальный универсальный не жирный и ну я часто люблю тоже дома заменять если нету сметаны заменяю греческим йогуртом чтобы снизить калорийность для себя тоже заменяю греческим йогуртом и запекаю что-то добавляю часто греческий йогурт вкуснее чем этот мне больше нравится, потому что это все-таки такое кисловатый если надо что-то отстенить с кислотой, то конечно же берите киселое млеко давай пробуй, сейчас сыночек, прости, что я снимаю, пока что сейчас тебя вду кормить ну нормально, конечно, и с греческим йогуртом, но конечно лучше со сметаной ну это наиболее похоже друзья, а кто у нас находится в Черногории, поделитесь с нами может быть есть еще какие-то кисломолочные продукты, типа сметаны, которые лучше и более похожи, чем вот эта киселая млеко моя кравица киселоповлака а киселоповлака, да опять вафелик захотели дети, готовлю и я сегодня тесто немножко сделала по-другому сейчас покажу вам результат, который получится а что по-другому, именно муку я добавила 250 грамм муки, я пятую часть заменила на кукурузный крахмал посмотрим, какие вафельки получатся и я скажу, буду вам советовать заменять, либо же все-таки брать просто муку что это у нас тут наделало? вафельки приготовила ты сейчас попробуешь тоже оценишь мне честно понравились больше, как я добавила крахмал ой, крахмал ну да, кукурузный крахмал, как добавила, мне понравились больше я не понимаю, я буду пробовать просто просто пробуй просто пробуй с медом ну как тебе хочется я хочу наполнить ромбики мед декомслава кстати, это черногорский мед наполняй неплохой, между прочим, я покупил я его еще использую в своих деток с напиток да, мы вам должны обязательно показать, как Игорь готовит деток с напиток прикольный? очень прикольный и из какой минералки вот видишь, они такие, эти, получается, нежные, легко рвущиеся, сердечки да, да как? вкусно, правда? ну мне тоже понравились ну они вкуснее, чем в этом старом городе здесь делают, я тебе честно говорю то, что мы купили за 3 евро, правда? друзья, обязательно повторите этот рецепт, и вы поймете попробуйте, на самом деле, заменить чем вон там покупать за 3 евро, да попробуйте заменить часть муки, вот я одну пятую заменила на кукурузный крахмал и вот они такие более нежные получились, правда? очень вкусные мне кажется, я худею, пока их нет худеешь, ну ты смешной, Игорь а знаешь, что я хотела сегодня спросить? у тебя есть продукты, по которым ты скучаешь? вот в Беларуси, которые были, и по которым ты здесь скучаешь, здесь их нет вот давай вот вспомним еще то, что пишут я вот уже знаю, например, чего мне не хватает, чтобы мне хотелось, чтобы было Стефанька, ты тоже вот скажи, что, чего тебе не хватает в Черногории, к чему ты привыкла есть дома, что ты ешь чего здесь нет, ну вот мы уже сегодня говорили из еды продукты, да, вот не из обихода, а именно из еды магазин рыбалки там, вот это не надо без блесны там, не, никакие конкретно еда, вот что тебе не хватает да, что тебе не хватает Стефанька первая, скажи вот нет у меня экзотического ларька этого тут, я же его обожала там, я летом хотела постоянно туда ходить за всякими вкусняшками экзотического ларька, это ты имеешь в виду японских присмаковые? а, вкусняшки вот такие, да я везде искала, я захотела в ТК плаза да, нигде нету нету японских сладостей, нету японских чипсов теперь мой ход лейсов нету, лейсов да, точно, кстати, а здесь почему нету чипсов лейс? но я их не ем, мне абсолютно все равно нету чипсов лейс? да я сейчас покупал я сейчас покупал принглс есть, а лейс нету нету лейс нету лейс, да, да теперь мой ход доминоша мой? мой, мой много сказок у тебя снимаю и рассказываю да мне не хватает хлеба здесь есть выпечка, но такого хлеба, как в Беларуси, здесь нет нет выбора ни по ржаному, ни по пшеничному хлебу он, ну вот, я не скажу, что он невкусный он вкусный другой но он абсолютно другой честно, я вот уже спустя более полутора месяцев я начинаю скучать по хлебу мне его хочется такого как дома папа, твой ход ему жарко у нас температура в Черногории поднимается сейчас больше тридцати и уже так, друзья, становится жарковато в общем, мне не хватает здесь уйгурской кухни нету здесь этих самых всех этих лагманов, мантов, пельменей да все остальное да, Игорь уже не раз говорил, что не хватает что ему этого не хватает да, и Шана здесь нету мне реально, я не думал, что я привык пить эту кисломолочку там, вот здесь, знаете, казахский популярный напиток у нас он продается, а здесь ему вообще нету ни кефира, ничего нет, ну я не то, чтобы страдаю от этого ну нету и нету, ну вот знаешь, спросила не, ну мы просто говорим, чего не хватает к тому, к тем продуктам, к которым мы привыкли а здесь их нет что тебе еще не хватает? лагман лагман вот у Стефании, да, такой вкус она любит иногда, они с папой себе покупают в пятницу у нас такой праздничный день, пятница, вечер вот она любит такой тоже лагман а теперь скажите, кому-нибудь не хватает шоколадных сырков? здесь их нету ну да, я считал, что некоторых шоколадных сырков не хватает кому-то гречки гречка, 6 евро, я видела, 6 евро она есть, но 6 евро а ты что подумаешь, что они говорят, а, огурцов соленых с оленей, вот это еще тоже, вот этого как-то тут нету я покупал в баночках эти соленые огурцы но какая-то дичь такая с уксусом, фу, да невкусно мы привыкли, вот продается у нас на рынках маринуют там всякие вот штуки интересные баклажаны, капуста, морковка но нам это нравится, да, не постоянно но иногда, там редко можно тут такого мы не встречали, правда, вот не видели папа, я знаю, что тебе еще не хватает Игорь, я знаю, что тебе малосольности тут все соленое да, все очень соленое бисковицы, чичвап-чичить не такие соленые, что просто, ну, я как-то привык к меньшее количество соли но, кстати, малосольности не хватает а соленья, типа огурцов, тоже не хватает да, как-то нам странно кофе, давай скажем, про кофе не, ну кофе я нашел, на самом деле нашел? да, здесь есть ловац, ну и мои коллеги, некоторые друзья, знакомые так скажем, очень удалеченные любители кофе они страдают, он там каких-то хитрых сортов хватает, а мне хватает ну, что чай? чая черного здесь нету чая черного, да, небольшой ассортимент да, малый вообще черный кофе ловаца здесь есть, но этот самый местный кофе в принципе, это нормально, если его правильно варить ну, нет мне больше всего не хватает нашего настоящего кефира то, что я люблю его здесь нету, да да, его здесь нету ну, он не совсем какой-то, все равно не то он не такой, как у нас кефир вот точно так же, как со сметаной похоже, но не то а конкретно не хватает вот заскучала по хлебу вот то, что я уже сказала и вот своего же кефира хотелось бы попробовать основа попробовать друзья, а вы напишите нам в комментариях что вам не хватает мы знаем, что вы смотрите нас не только из Черногории но и из других стран и вы куда-то приехали и где-то вот столкнулись с тем что, блин, не хватает и было бы неплохо этот продукт здесь иметь а его тут нету напишите, пожалуйста, в комментариях чего нету в тех местах, где вы находитесь или что пропало да, ну и Игорь, с тебя мы, мне кажется, все назвали потом будем видео показывать, если что-то упустили но с тебя напиток надо это чудо-напиток показать как ты готовишь сейчас у меня же нету минералки купим спуститься у нас магазин на первом этаже мы квартиру сняли столько денег заплатили а ты говоришь, что все было рядом а еще давай спросим нам уже приходят коммунальные платежи было ли бы вам интересно посмотреть видео где мы расскажем сколько мы тратим денег сколько нам обходится жизнь в Черногории вместе с коммунальными платежами с квартирой и со всем если интересно, ставьте лайк и пишите нам интересно мы тогда такое видео тоже снимем сколько нам обходится здесь я попробую с минералкой давай с минералкой обещанный напиток как Игорь его готовит напиток обещанный знаешь, что прикольно раньше, когда мы были, так скажем, помоложе у нас не было всяких фант и все остальное мы придумывали какие-то напитки делали из подручных, так скажем средств и материалов средств и материалов, да а сегодня это называется Детекс Детекс напиток, да типа не пейте вы какого фантус прати это фигня а сделайте с вами напиток то есть как мы вот раньше делали и было вкусно нам да, рассказывай, что ты делаешь ну ладно, по делу короче, освежающий напиток который не только освежает но еще полезен, потому что богат витаминами минералами и может очищать помогать очищать организм пить каждый день надо его ну и я его делал на основе вот этой минералки я не знаю, мне так понравилось сейчас это очень доступно кисленький имбирь немного мяты мяту можно на зелень некий купить вот так вот продается ее здесь она такая нежная, ароматная ну и для освещения и полезных свойств дополнительных я использую мед чем оригинальный, чем лучше но я купил в магазине, в принципе, подходит не искусственный тут нормально в магазинах вот все это нарезаем графинчик у него постоянно полный стоит давай его потом ставить в холодильник и постоянно скажем охлажденный вкусный тонизирующий напиток будем вот рукой ну так может его много не надо ладно, чего это я со своими советами вот-вот твой напиток твой рецепт поэтому сколько надо столько и добавляем немножко имбиря на самом деле можно регулировать по вкусу кому-то больше хочется ярко выраженного имбиря тогда можно больше кусочек закинуть кому-то хочется послать тогда больше медика туда добавить я не сильно сладкий люблю поэтому чуть-чуть толпать чуть-чуть всего а еще если вы любите баню ну и мой дружище подсказал этот рецепт говорит, в Сундунах типа там где-то там в Москве готовили такой коктейль смешивать минералку лимон и мед и очень хорошо после бани тоже выпить такой напиток немножко, да? потому что просто немножко это можно в конце залить я что-то заговорился и поэтому бахну сразу же а так тут без разницы вода в конце, короче говоря добавляю я для себя 2 чайных ложки меда больших с горкой 2 чайных ложки меда с горкой да, мы поняли ну если не хотите резать лимон и хотите лимонад можете подойти в любое кафе на берегу заказать лимонад вам вынесут воду с лимоном за сколько? 3,5 евро 3,5 евро или 2,5 евро в зависимости от того где заведение находится все смешать все залить минералочкой поставить часа на два часа на два в холодильник поставить пускай он там насытится всеми этими вкусами и с мыслями о полаку подойти налить себе стаканчик и употребить полезно вкусно быстро и здоровье гарантировано ну конечно детокс да ну и теперь сердечко зрителям да кстати спасибо всем кто нас поддерживает кто ставит комментарии и подписывается на нас вам мы шлем сердечко и не просто сердечко сегодня сердечко детокс детокс сердечко оно излечит вас хорошего настроения друзья